Дальше утопает Россия, потому что в российском теперь кургане дамба начала совершать прорыв. Вода подходит ко многоэтажкам, в городе постоянно воет сирена, людей срочно эвакуируют. Уровень воды в реке Табол превысил максимум с 1994 года. Вот, Геннадий, как вы оцениваете то, как действует власть в России? Потому что мне кажется, что кроме как оккупационной войны в Украине, Кремль и Путина больше ничего не интересуют. Диагноз верный. В России всегда было наплевать на людей. Потому что на их жизни, на их условия существования. Сейчас все деньги идут на войну. Заброшены все инфраструктурные проекты, дамбы, реки, укрепления берегов, дороги, мосты и так далее. Поэтому я давно предсказал, и мы с вами говорили об этом в эфире, что в России будут нарастать чиногенные катастрофы. Потому что власть умеет три вещи – брать, воровать и угнетать. Больше она ничего не научилась. И уже не научится. К тому же еще они начинают впадать в маразматическое состояние. Кто по возрасту, а кто, так сказать, по состоянию духа. И поэтому качество управления без того плохое будет еще ухудшаться. Так что это не новость, это, в общем-то, последствия. Это, как это, сбывается все то, что можно предположить, даже, так сказать, не будучи каким-то особо там одаренным аналитиком. Это видно, это лежит на поверхности. Россия будет, Россия погрязнет в различных катастрофах, медицинских ошибках, в увеличении количества смертей. Потому что через одно место все делается в России, как в известном анекдоте. И в снижении уровня, уже резко упало уровень образования, уровень социальных услуг. Ну, в общем-то, идет все то, что должно идти в стране, которая сошла с ума. Руководство, говорит, неправильно я это сказал, неправильно. Это должно идти так, как идет. Потому что руководство страны совершенно точно сошло с ума. Геннадий, если говорить о том, что приняли вот в ПАСЕ, в резолюцию о гибели российского оппозиционера Алексея Навального, ПАСЕ признало государство члены и наблюдателей прекратить все контакты с Владимиром Путиным. Насколько это серьезно? Насколько вот это решение ПАСЕ имеет влияние в резолюцию? Ну, давайте вот с вами обсуждаем просто логически. Конечно, ПАСЕ вроде там сейчас путинская пропаганда отрабатывает, что нет, дает все рекомендации, где-то там собрались в Усапову и так далее и тому подобное. Что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы. Это парламентские делегации действующих парламентов и депутатов. Как правило, там правящие коалиции доминируют во всех этих группах депутатских. Которые представляют 46 стран мира плюс еще наблюдатели. 46 стран Европы и вокруг и плюс еще наблюдатели. Например, там есть когда даже экзотические. Во-первых, там, например, есть представитель Беларуси. Вот той Беларуси, которая против Лукашенко. Там есть, например, представительство Турецкой общины с Юрном Кипра и так далее. И там достаточно много стран представлено в качестве наблюдателей, в качестве, ну, скажем так, активных наблюдателей, активных помощников этого процесса. И вот что было. Я там находился два дня, встречался со всеми депутатами, группами, с различными, так сказать, людьми, авторами резолюции практически со всеми встретился. А какая там, какая ситуация? Никогда не было такого единодушия. Вот просто, вот можете представить, вот ко мне подходит там товарищ, который говорит, слушай, ты знаешь, у меня как-то складывается впечатление, что если я сейчас включу в фронте резолюции, там, чтобы спустить все парламенты мира, и это тоже пройдет, потому что даже никто сейчас не будет вообще вникать и спорить. То есть, настолько путинский режим достал уже всех, настолько у всех уже, как бы, так сказать, злость, вот это, так сказать, вот, что голосовать будут за все, что угодно. И он оказался прав. В зале не было ни одного выступления против, ни одного голоса против по всем резолюциям. Вот. Ну, действительно, там, просто вот так вот, это же передается настрой, это же передается настрой людей в Европе. Потому что все вот эти депутаты, которые национальных парламентов приехали, они же отражают мнение своего избирателя. Они не могут вести себя по-другому. Если их избиратели говорят, нет, надо там по-другому построить отношения. А он тут голосует, он скажет, ну, знаешь, что, парень, ты это, мы подумаем, голосовать за тебя или не голосовать. Будем мы тебя поддерживать? Не будем. Поэтому то, что они проголосовали, это отражает сейчас то, что Европа уже, ну, вот я же правильно называю тем, что она проснулась и начинает завереть. Я могу сказать это за Европу. Я там не могу сказать это за Соединенные Штаты Америки, когда там процессы идут потихоньку. Хотя вот я встречался с парламентской делегацией Канады. Они, кстати говоря, ну, очень сочувствуют, разделяют, так сказать, борьбу Украины за свою свободу. У них очень большая украинская диаспора. Они очень глубоко стараются вникнуть в эти проблемы. Встреча у нас очень долго шла. Там много вопросов было, мы там много чего обсуждали. Вот. Ну, вот я что хочу сказать. И они будут, безусловно, своими коллегами в Соединенных Штатах Америки. Они спрашивают, что нужно сделать. Я говорю, ребята, поговорите со своими коллегами в Конгрессе, поговорите со своими коллегами в Сенате. Нужна сейчас моральная, психологическая, эмоциональная и прочая поддержка, чтобы Конгресс США, Сенат США, ну, принимал быстро и оперативно вахли нужные решения. Мы им рассказали там ситуацию с вооружениями, что нужно, что не нужно. Мы сказали про цифры, сколько тратит Путин, какие проблемы есть, каких проблем нет. Что они правильно понимают, на наш взгляд, что они понимают неправильно. То есть, вот есть такая заинтересованность. У подавляющих большинства стран представлен фасе все-таки одержать победу, помочь в Краине одержать победу. Я, конечно, понимаю, что правительство Европы некоторое занимает достаточно ожидательную позицию. Это тоже для меня не является секретом. Я не имею в виду Францию, я имею в виду других стран. Ну, типа, вот надо дождаться итогов выборов Америки. А что будет? А вот сейчас дадут они помощи или не дадут? Но вот блок Макрона, я бы так сказал, он тоже набирает все вот эти позиции Франции более жесткие, более такая твердая. Она тоже набирает сейчас поддержку среди других правительств. Тоже такой процесс идет. Поэтому парламентство оставляет этот политический барометр в состоянии, скажем так, значительных ведущих стран мира. И этот политический барометр показывает, что с путинским режимом сейчас будет меньше и меньше контактов, меньше и меньше взаимодействий, меньше и меньше будет попыток вынудить договариваться, так сказать, и так далее. На мой взгляд, это тоже очень важно. Да, Геннадий, если мы говорим о контактах с Путиным, с Кремлем и с этой властью, вот это же подтвержденная информация, что впервые в середине 2022 года экспорт между Китаем и Россией серьезно упал на 16%. Якобы говорят, это Китай опасается санкций Соединенных Штатов Америки. Вот насколько весы Терезов для Китая важны? Россия или санкции и товарооборот с Соединенными Штатами Америки? Давайте так, вот мы тоже этот вопрос обсуждали с очень многими политиками, как раз в эти два дня. В том числе, конечно. Вот тут не должно у нас быть никаких иллюзий ни в одну, ни в другую сторону. Китай ведет предельно прагматичную, я бы чуть не сказал, циничную, прагматичную политику. Он никогда не перестанет сотрудничать с Путиным, по крайней мере, в теперешем его состоянии. Это состояние Китая, когда Китай закусил дела с Тайванем, когда Китай идет по пути тоталитаризма, совершенно точно. Но мы с вами знаем все, что произошло после какого-то 16-го съезда партии у них, когда они отменили все реформы Дэн Сяо Пина и вынуждены по пути монополизации власти даже внутри одной партии, что запрещало им Конституцию, которую они тоже, как и Путин, поменяли. Внесли туда поправки, необходимые для монополизации и узорпации власти даже внутри одной партии. Я уж не говорю про страну. То есть здесь Путин и Китай, не то что близнецы, братья, но они друг друга очень хорошо понимают, потому что у них общие проблемы удержания политической власти, сохранения политической власти. Тут моральное, нравственное, идейное и прочее сотрудничество, оно неизбежно. Ну просто, как говорится, рыбак-рыбака видит далека, да, похоже притягивается. То есть Путин может иметь поддержку Китая политическую, моральную, организационную и, возможно, какую-то экономическую и так далее, совершенно точно. С другой стороны, вот этот прагматизм Китая, он сказывается на чем? Что типа дружба дружбой, понимание пониманием, схожесть схожестью, а экономику там и свои дела делать надо, и свою выгоду извлекать надо. И вот между этих двух, скажем так, огней находится Китай. Ну, китайский руководство, давайте, там Китай полтора миллиарда, там разные люди, тоже, так сказать, много разных взглядов и прочее. Но в целом монополизация власти КПК, китайской коммунистической партии, на протяжении 80-х уже лет, ну да, почти. Поэтому там, конечно, политическое руководство находится между этих двух огней. С одной стороны, ей нельзя поругаться с Западом, потому что экономика Китая экспортоориентированная. И она должна производить товар, который должен потом продаваться по всему миру. Если это не будет, то, конечно, с Китаем будет крайне серьезная проблема. С другой стороны, конечно, вот все равно как-то надо сохранять систему власти, вот, скажем, тирании авторитарных режимов. Не надо делать так, чтобы их свергали или там побеждали. Вот между этими двух парадигами Китай находится. И поэтому, с одной стороны, он вроде бы и помогает Путину, и может там организовать даже помощь через третьи страны, типа Северной Кореи, там, каких-то ряд других стран. А с другой стороны, он не хочет поругаться с Соединенным Штатом Америки, с Европой, которые ему там не только пальчиком грозят, но и пряники показывают, и дают даже эти пряники. Вот, собственно говоря, как будет устраиваться на ближайшее время, на мой взгляд, ситуация с Китаем. При одном условии, вот это инновационный сценарий я описал, но одно условие может все поменять, если вдруг Китай начнет активные действия в отношении Тайваня. Вот как там будут складываться обстоятельства, никто не знает. Мы их тоже обсуждали, и там абсолютно разные взгляды на эту тему. И, по-моему, пока еще в Европе не до конца есть понимание, что может произойти, если вдруг Китай начнет активничать в Тайване. Но нельзя здесь сбрасывать этот факт, что Путин, Китай близок, понятен, и, может быть, не люфт дорог, но он полезен. Геннадий, если говорить о войне в Украине, вот, говорят следующие разведка, в том числе и британская, что Путин таки побаивается опять объявлять мобилизацию или осуществлять мобилизацию, да, потому что тогда, в 22-м году, после частичной мобилизации, миллионы россиян выехали, и в Кремле очень переживают сейчас за шатание в обществе и пытаются набрать на войну контрактников. Но вот мобилизации объявлять не будут. Как вы считаете? Ну, из того, что я знаю по России, из того, что я знаю по обстановке, а у них пока, вот, умные люди говорят, что у них пока пушечное мясо есть, оно потом, конечно, сократился, они пытаются решать этот вопрос в увеличении денежного содержания, в увеличении зарплаты, в увеличении пособий вот этих, так называемых, подъемных. Они сейчас уже вышли за пределы миллиона, продолжают увеличивать это денежное содержание, деньги у них пока есть, и поэтому вот пушечное мясо пока еще набирается в том количестве, которое, ну, восполняет убыль личного состава на фронте. Но у них совершенно, по крайней мере, как утверждают эксперты, у них страшный дефицит и большая гигантская проблема командующего состава. Командиров нет. Потому что командира не приготовишь там за два месяца. Командир – это серьезная штука, это, во-первых, люди должны быть определенного качества и уровня интеллекта, способны к обучению, способны к восприятию информации, довольно сложной военной. Сейчас война это сложная, она намного сложнее, чем была когда-то там, 100-200 лет назад. И поэтому сейчас нужно много чего знать, понимать, уметь правильно руководить войсками, подразделениями воинскими. Вот этого командующего состава у них нет. И восполнить они его сейчас не могут. По крайней мере, вот быстро. И вот это ключевая проблема сейчас. Насколько мне говорили эксперты, ключевая проблема российской армии. Отсутствие командующего состава. И, как утверждают злые языки, что сейчас воинкоматы поступили, получили, во-первых, план задания жесткий, набрать все-таки офицерский состав, пусть даже уже, так сказать, вышедший из-за втираж, с большими сроками пенсионного нахождения на пенсии. Но, тем не менее, получили задание проводить работу по мобилизации как раз командующего состава, которого страшно не хватает. Там утверждают опять-таки люди, что лейтенантом можно стать, прослужив, провоевав менее полгода по контракту. То есть получить лейтенантские погоны. Ну, погоны-то ладно, как говорится, вверх мозги взять лейтенантские, вставить туда, куда надо вставить. Там проблемы серьезные есть. Поэтому пока, если мы говорим сейчас об общественном эффекте, вот о влиянии там на какие-то настроения в обществе, пока вот проблема мобилизации решается за счет денег. И Путин будет стараться сохранить эту форму мобилизации до тех пор, пока этих денег достаточно. Сейчас уже там какие-то сумасшедшие подъемные. Там, если раньше подъемные были, 300 тысяч, 400 тысяч. В регионах сейчас там чуть ли не 700-800 тысяч, уже так, да, плюс зарплата. Ну, понятно, что идут те люди, которые, в общем-то, опять, это услышали, там, убил, изнасиловал, убил девушку. И там, у нас судья улыбается, говорит, ладно, все равно пойду. Это своего завтра напишу заявление. Вот такая вот категория людей идет на войну. Понятно, что качество этих кадров крайне низкое, но, тем не менее, пока этого пушечного мяса достаточно. Вот. Поэтому, да, ну, много там чего можно говорить на эту тему. Ну, понятно, что там оборонный комплекс тоже не ах, как работает. Но, тем не менее, упускает много всего. Пусть оно некачественное отставит, но оно работает. Тоже там есть проблемы с комплектующей, тоже там есть проблемы с авиацией. Ну, что там есть. Но пока это столько работает. Да, Геннадий, вот если говорить о том, что вот о Франции, да, близкая вам тема, вот годовщина 80-е высадки союзников в Нормандии, и вот пригласили официально представителей Российской Федерации. Не Путина, конечно, но посольство. Вот, тем не менее, что, тем более, что к высадке в Нормандии именно Советский Союз не имел никакого отношения. Да, воевали против Германии нацистской, но никакого. Зачем приглашать и зачем этот контакт? Потому что вот в начале разговора мы с вами же вспоминали Пассио и резолюцию. Ну, сложно сказать. Еще не беседовал на эту тему с французскими дипломатами и политиками. Я думаю, что это они маневрируют. Типа, с одной стороны, мы нажмем, с одной стороны, мы проявим жесткость, а с другой стороны, мы проявим, покажем, что мы не против вообще, как бы, о России и ее истории, а вот против действий путинского режима. А давайте-ка возьмем и пригласим. Я думаю, что, конечно, этого делать было бы не надо. По крайней мере, слать приглашение в Россию, официальное приглашение там в адрес Путина, правительства. Могли потихонечку пригласить каких-нибудь там людей, ветеранов, посольство кого-то позвать. Здесь есть в Афранции, скажем так, всякие россияне, которые достойны быть приглашенными туда. Но вот я думаю, что это проявление маневры, вот этой флексибилити, гибкости, излишней гибкости политического курса. Ну, вот пытаются они маневрировать. Между жесткой позицией, тем самым показать, что это не русофобская позиция, а эта позиция, она заключается в неприемности политического курса путинского режима. Что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Наверное, у них тоже есть свои там соображения, свои есть какие-то там мотивы. Они наверняка это долго обсуждали вопрос, прежде чем к такому решению прийти. Игорь, я также хотел вспомнить то, что сейчас происходит в Карабахе и Грузии. Вот в Карабахе уже Песков сказал следующее, что так называемые миротворцы будут выходить. И уже выходят с этого региона, причем должны были бы покидать эту территорию в 2025 году. Почему такая спешка? Это Алиева надавил или как это понимать? Я не думаю, что Алиев надавил. Вообще, я не думаю, что Алиев имеет какие-то сейчас серьезные отношения с Путиным. Там сложности. Мне кажется, что это просто жест в отношении правительства Пашиняна. Потому что правительство Пашиняна наконец-таки прозрело с большим опознанием про это. И начинает думать о стратегических вопросах безопасности и вести контакты, переговоры, разворачивать курс на Запад, на Францию, на Соединенные Штаты Америки, НАТО и так далее. И мне кажется, что это вот в том числе Димаш Путин и показать, что теперь как хотите там и живите. Но, может быть, это и к лучшему. С другой стороны, потому что Армения, может, наконец-таки обретет какую-то суверенность. Потому что, давайте по-честному говорить, Армения тест на суверенность не прошла. На ее территории продолжали до сегодняшнего дня. Ну, может, не сегодняшнего, там, по крайней мере, неделю-две назад действуют российские там бандиты в прокранительных погонах, похищая людей, вывозя их из Армении. Армения при этом, так сказать, утирал сопли и ничего, каких действий не предпринимал. Я говорю жестко, потому что я об этом говорил, писал и обращался, ну, через средства массовой информации к правительству, чтобы они не позволяли на территории своей страны действовать различным военизированным бандитским группам, представляющим так называемую российскую правоохранительную систему, по сути дела, жандармскую, так сказать, группу, которая там безнаказанно действует на территории Армении. Вот. Она пока тесты не сдала на суверенность, к сожалению. И несколько человек были похищены. Вот я называю вещи своими именами. Со статьями Уголовного кодекса нескольких человек было похищено на территории Армении, департировано в Россию. Причем Армения при этом не принимала никаких мер, так сказать, унижена, так сказать, делала вид, что не замечает этих процессов, хотя они были в публичном пространстве и в Медии. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, если, вернее, если правительство Пашиняна все-таки поняло, что Путин не союзник, идти в демократию, идти в нормальное, так сказать, цивилизованное сообщество Европы, сотрудничая с Путиным, поддерживая АДКБ, обращаясь к нему, там участвовать в различных совещаниях в Москве, невозможно. Но если они это были, то очень хорошо. Им бы еще обрести твердость и понимание, что если ты хочешь, чтобы ты действительно был руководителем страны независимой, суверенной, надо исполнять свой же собственный уголовный кодекс вне зависимости от того, кто его нарушает. Но это вот так, это моя сентенция, потому что я понимаю, что влияние и зависимость от России и Армении очень велико. Влияние и действия российских спецслужб, различных структур достаточно бесцеремонно и нагло, и зависимость Армении пока еще существует. Она сейчас находится в пограничном состоянии, она может двинуться в любую сторону. Но Путин, я думаю, что там и не обрезгует устроить переворот и попытаться провести власти тех людей, которые будут совершенно другую политику вести и подыгрывать Кремлю. Но это вот мои предположения. Надеюсь, все-таки. Я много раз бывал в Армении с глубоким уважением отношений к армянскому народу. Это не политез, это на самом деле так. У меня есть большой опыт в посещении Армении, работать с Арменией. И я очень надеюсь, что армянский народ найдет в себе силы, найдет в себе мужество, твердость все-таки пойти по пути демократии, Европы, евроинтеграции, обретая союзников для своей безопасности, а для Армении. Это вопрос чрезвычайно важный, поверьте. И последний вопрос, Геннадий, об Грузии, о том, что там идут активные, мы знаем, и движения, и протесты, потому что хотят принять закон об инагентстве, такой же, какой есть и в России. И что интересно, что премьер-министр Грузии в контексте этого вопроса сказал, что в том числе закон о инагентах призван защитить Грузию от украинизации. Конечно же, наша МИДа отреагировала на эти бздуры. Как вы читаете, зачем это, насколько здесь влияет Кремль? Полностью влияет Кремль, это только единственный источник влияния Кремля, Путина и его договоренности с Иванишвей, когда он там позволил реализовать в России этому товарищу все свое имущество, все свои активы, видимо, так сказать, какие-то договоренности были достигнуты. Они, конечно, там не стопроцентные, но на самом деле не очень серьезно осложняют путь Грузии к демократии, к Европе. Мы все прекрасно понимаем, все прекрасно понимаем, потому что в Европе европейские политики, у них нет иллюзий на эту тему. Поэтому есть надежда, что все-таки грузия, демократические силы Грузии победят, у них есть шанс, у них есть возможность. Но за Грузию идет отчаянная борьба, так, что и за Армению, так, что и за Болгарию. Но в Болгарии там более стабильная ситуация, она член НАТО и Европейского Союза, так, что и за Сербию. Путин пытается гадить там, где он может это делать, ну, я имею в виду режим его. И, конечно, идет отчаянная борьба за эти страны, куда они пойдут, в кем они пойдут. Будет ли там реставрация авторитарных режимов, или не будет там реставрация авторитарных режимов. Это все решается буквально сейчас на наших глазах. То, что там у России, у путинского режима есть определенные договоренности с теневыми руководителями Грузии, это совершенно очевидно. Тут даже и не нужно быть особо умным, отдаленным, чтобы об этом говорить. Вопрос там в пределах вот этих договоренностей. Мы видим, что российские спецслужбы достаточно спокойно действуют на территории Грузии. Некоторые вопросы навязывают. В частности, там вопрос о кого пускать, кого не пускать. Мы знаем, что очень многие оппозиционеры не были допущены в Грузии. С другой стороны, есть достаточно серьезные влияния демократических сил. Все-таки в Грузии созданы условия для определенной части российской миграции. Может быть, не самые там, но вполне приличные. Хотя есть и проблемы. Сейчас и проблемы нарастают. И я, конечно, за это благодарен тем людям в Грузии, которые понимают важность движения по пути демократии, важность помочь Украине укрыть на своей территории вот этот мобилизационный ресурс, за которым Путин, безусловно, гоняется и будет рад его отправить на фронт. Поэтому тут есть, в Грузии есть все. Есть все. Идет просто отчаянная борьба за будущее этой страны. Я тоже много бывал и работал в Грузии. Тоже хорошо знаю людей. Грузин, они, в общем-то, у меня очень приятное отношение с симпатией и любви к этому народу. Очень хочется, чтобы они победили именно демократические силы и сделать так. Наверное, может быть, здесь нужны усилия Европейского Союза. Европейского Союза прислать туда делегацию, забрать туда на месте, что потом происходит. И не только закон по иногентам. Мы же видим совершенно идиотское содержание в тюрьме бывшего президента Микоима Скашвили. Я бы позволял такую делегацию серьезно отправить на переговоры и в Армению, и в Европейскому Союзу. Потому что дать сигнал, что, ребят, если вы сейчас будете нормально выстраивать демократические системы власти, путь в Европу вам открыт. Мне кажется, что сейчас вот это надо сделать, потому что какое-то такое пограничное состояние и в Грузии, и в Армении. Тем более, там сейчас вывели вот этих миротворцев, так называемых. И понятно, что геополитическая Армения очень не защищена. Грузия находится в более благоприятном положении в этом смысле. Вот мне кажется, я на месте сейчас Европейского Союза отредил туда серьезные предстоительные делегации, чтобы попытаться найти там консенсус, не совершить ошибок, чтобы они совершили грузины и армяне. Ну, граждане, там не только. Там разные национальности. Граждане Армении и Грузии. Помочь им сейчас двинуться все-таки в сторону демократии. Вот, чтобы этот путь был, как говорится, уже стабильным и неотвратимым. Ну, это мои мысли вслух. Геннадий, большое спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить важные эти процессы. Я очень надеюсь, что и в Грузии, и в других странах, где присутствует агентура Кремля, все-таки смогут собрать, канцеллидировать силы и как минимум противостоять этому злу. Спасибо вам. Нагадаю, нашим ночам нами был Геннадій Готков, оппозиционный политик. Обязково подписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки и делитесь нашою разговой. Меня зовут Игорь Гаврощак. Мы с вами увидимся в эфире 24-го канала. Субтитры сделал DimaTorzok